Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, благослови вас Господь. Сегодня специально для нашего канала политик-историк Владимир Рыжков любезно согласился выступить для нашей аудитории, я считаю, что с уникальным докладом, которым он поделился на ежегодном международном берлинском форуме. Его выступление было на закрытой площадке, поэтому сегодняшнее выступление на нашем канале – это уникальная возможность послушать его доклад для всех наших зрителей. Благослови вас Господь, и не забывайте подписываться на канал «Взгляд с небесный». Добрый день, друзья. Друзья недавно прошел, учитывая пандемию коронавируса, недавно прошел берлинский форум Московской школы гражданского образования в онлайн-режиме. Там участвовали сотни людей из десятков стран, и темой форума была такая тема – «В поисках утраченного универсализма». Когда говорится об утраченном универсализме, имеется в виду, что, по мнению многих, в современном мире разрушаются общечеловеческие гуманитарные ценности, разрушается идеология прав и свобод человека, разрушается идеал демократического правового государства. Многими считается, что мир утрачивает единую цивилизационную основу, что многие страны откалываются от этой основы, идут кто куда. Ну и в итоге появляется вот такая идея – утраченный универсализм, на смену которому приходят различные национальные, этнические, религиозные, государственные и прочие локальности. Я думаю, что, конечно, такая оценка, что мир утрачивает универсализм, что единая человеческая цивилизация распадается. Она, разумеется, имеет право на существование, и в ее пользу можно приводить немало аргументов. Но лично мне кажется, вот такой вывод о том, что цивилизация распалась, что универсальные ценности развалились и перестали быть основой современного мира, мне кажется, что такой вывод слишком жесткий, слишком катастрофический и, на мой взгляд, не соответствует действительности. И я попробую аргументировать, почему, как мне кажется, цивилизация человеческая сохраняет целостность, и почему универсальные ценности по-прежнему с нами, и, более того, почему универсальные ценности, на мой взгляд, продолжат распространяться по миру и завоевывать все новые миллионы сердец. Я напомню, что чаще всего идея универсальных ценностей связывается с идеями эпохи Просвещения. В эпоху Просвещения были сделаны и обоснованы два великих открытия. Первое – это открытие естественных прав человека. Это очень четко сформулировано, например, у Джона Локка, английского философа, который писал о том, что все люди от рождения обладают неотъемлемым правом на жизнь, неотъемлемым правом на свободу и неотъемлемым правом на собственность. И что все люди от рождения наделены этими правами, которые никто не может отобрать, и что все люди от рождения равны. И второе великое открытие эпохи Просвещения, наряду с идеей естественных прав человека, это концепция, теория, доктрина правового государства. Верховенство права над государством, ограничение государства. Эммануил Кант был одним из основных теоретиков правового государства. И вот эти две капитальные идеи Просвещения, идея о естественных правах человека и идея о правовом государстве, они были воплощены в Великой Американской революции в конце XVIII века, в Великой Французской революции в конце XVIII века. Возникли современные конституции, которые закрепляют идеи естественных прав человека и верховенства права правового государства. И так сначала в сочинениях философов Просвещения, потом в Великих Революциях, потом в Великих Конституциях, в национальном праве закрепилась вот эта идея универсальных прав человека, универсализма правового государства. А дальше исторически в международном праве впервые естественные права человека и верховенство права получили свое отражение в Уставе Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны. Я напомню всем, что в Уставе ООН в преамбуле пишется о том, что мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций. А в статье 1 Устава ООН в третьей части статьи 1 тоже говорится о поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка, религии и так далее. То есть мы видим, что впервые после Второй мировой войны просвещенческая философия с ее концепциями равенства людей и естественных прав человека и верховенства права была закреплена в Уставе ООН, а это означает, что все страны, которые входят в ООН, а на сегодня это более 190 государств, и все эти страны подписались под Уставом ООН, это означает, что на сегодняшний день все государства мира взяли на себя обязательства, по крайней мере юридическое, защищать права и свободу человека, и равенство людей, и верховенство права. Это и означает, что ценности просвещения, естественные права человека и правовое государство являются на сегодня универсальными ценностями, глобальными, общечеловеческими. А дальше я напомню, что в 1948 году была принята всеобщая декларация прав человека, это тоже декларация ООН, где уже вот этот общий принцип уважения, равенства, прав и свобод всех людей и верховенства права, он получил подробное развитие и подробную кодификацию. Преамбула всеобщей декларации прав человека начинается со слов, принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных, и неотъемлемых прах, их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. То есть буквально вот почти цитируется Джон Локк или Эммануил Канн. А в статье 1, всеобщей декларации прав человека, сказано, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Итак, подведем итог историческому развитию. Сначала философия просвещения, потом великие революции, потом великие конституции, две мировые войны, и после Второй мировой войны идеи философии просвещения о равенстве всех людей от рождения и о верховестстве закона стали международным правом, составив основу устава ООН и составив основу всеобщей декларации прав человека, принятую в 1948 году. Теперь я хочу перейти к христианству и заканчивая первую часть, скажу, что, как мы видим, по крайней мере на юридическом уровне универсализм не погиб, потому что ООН существует, устав ООН существует, все государства мира его признают, точно так же почти все государства мира ратифицировали и признали всеобщую декларацию прав человека ООН. То есть, по крайней мере, на уровне юридических обязательств универсализм с нами никуда не делся, и все народы и государства признают эти универсальные принципы. Теперь о христианстве и идеях просвещения. В момент, когда работали философы философа просвещения, в эпоху просвещения, между некоторыми просветителями и христианской церквью был непримиримый конфликт. Вольтер даже говорил «раздави гадину». А в истории Франции традиционно республиканцы придерживались антиклирикальных взглядов, а консерваторы французские традиционно придерживались взглядов, взглядов, ориентированных на католическую церковь, религию, церковную традицию и так далее. Но сейчас, как мне кажется, и христианство, как другой вид универсализма, как мировая универсальная религия, очень сильно сближается с философией просвещения, настолько сильно сближается, что современные европейские и католические, и протестантские церкви не только признают концепцию прав и свобод человека и верховенства права, но активно выступают в поддержку и защищают принципы прав человека, свобод человека и верховенства права. Но, что интересно, подобные процессы сейчас происходят и в восточных христианских церквях, в православных церквях. Но перед тем, как привести примеры, я просто напомню, что Иисус говорил «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Это Матфей 5.10. То есть это манифест свободы мнений, свободы слова, вполне либеральный манифест в Евангелии от Матфея. Лютеранский пастор и богослов Бёни Хоффер, который репрессировался при Гитлере, а после Второй мировой войны стал одним из самых влиятельных в мире богословов, писал так. «Иисус считает своими тех, кто страдает из-за справедливых вещей. Он принимает их под свою защиту, включает в сферу своей ответственности, в свои требования». И здесь он прямо опирается на вот эту логию Иисуса, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». После катастрофы двух мировых войн и миллионов жертв тирании христианское богословие стало перед лицом необходимости богословского, евангелического обоснования и утверждения идеалов свободы, мира, сотрудничества, прав человека, как противоположности иерархии, неравенству, несправедливости, насилию и несвободе. Наша Русская Православная Церковь во главе с Кириллом по-прежнему отрицает европейский концепт прав и свобод человека. Идея прав и свобод человека в РПЦ трактуется как безбожная, секулярная, индивидуалистическая, претензиозная, гедонистическая и трактуется как исключительно западный феномен. Но на самом ли деле христианство противостоит идее прав и свобод человека? На самом ли деле и православные церкви отвергают этот концепт? Здесь интересно, еще один интересный сюжет. Возвращаясь к всеобщей декларации прав человека, хочу привести интересный факт, что одним из авторов всеобщей декларации прав человека был выдающийся французский философ, католик, теолог, Жак Маритен. Он один из авторов текста всеобщей декларации прав человека. Как я уже говорил, статья первая декларации постулирует, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Это написал Жак Маритен. Но когда его позже спросили, а из чего вы взяли, что люди рождаются равными и свободными и должны поступать друг с другом в духе братства, он сказал, что это Евангелие. Я просто брал Евангелие, и всеобщая декларация прав человека фактически основана на христианстве. Просто он говорит, я не мог цитировать, потому что под текстом декларации должны были подписаться и мусульманские страны, и буддистские страны, и другие. Но источником вдохновения для Маритена был Евангелие. Жак Маритен писал, что философская основа прав человека это естественный закон, а естественный закон берет свое начало в акте Божьего творения мира и человека. Богосозданность человека, реальность свободы его природы, неприкосновенности человеческого достоинства лежит в основе врожденных и признаваемых всеми прав человека. Таким образом, мы видим, что в XX веке вот это противостояние, во многом политическое, церкви и просвещения было преодолено. И мы видим, что христианские богословы принимали участие в создании всеобщей декларации прав человека и открыто говорили о том после, что в основу они клали христианское сознание, мировоззрение и догматы. Если говорить о православных церквях, то да, часть из них, включая РПЦ, по-прежнему предпочитают трактовать концепцию прав и свобод человека как западную, как просвещенческую, и поэтому не христианскую. Но и в православном мире есть люди и иерархи, которые говорят о том, что надо примерять христианство и концепцию прав человека, просвещенческую, и что более того, нет никакого противоречия между христианством и идеей прав человека. В частности, на эту тему много выступает и пишет вселенский патриарх Варфоломей в Константинополе. Он призывает православные церкви и мирян не сопротивляться современной концепции прав человека, но наоборот принять ее и принять ее важность для человека и общества. Варфоломей пишет, что религии и права человека связаны между собой прежде всего общей заботой о достоинстве человека, несмотря на различия в обосновании этого достоинства. Он признает, что позиции 14 православных автокефальных церквей по отношению к правам человека не одинаковы. И пишет, что те церкви, которые отвергают диалог о правах человека, как якобы чуждых православию, наносят тем самым православию вред, не давая ему внести позитивный вклад в понимание прав человека и ведут свои церкви к самоизоляции и марганализации. Варфоломей пишет, что трудно объяснить ситуацию, когда православный иерарх или богослов выражает к правам человека сугубо отрицательное отношение. Тем более, что основные принципы просвещения, свободы и разума вовсе не чужды православной антропологии. Ведь нет ничего священия личности и в христианстве, и в философии просвещения. Права человека, терпимость, равенство перед законом, свобода науки и искусства, правовое государство остаются достижениями, которые необходимо развивать христианские, которые продолжают развивать христианские принципы. То есть, варфоломей и многие другие богословы христианские не противопоставляют философию просвещения христианства, а напротив, подчеркивают, что, по сути дела, Джон Локк и целый ряд других выдающихся философов-просветителей напрямую черпали вдохновение из христианского учения. Христианская и современная антропология не являются антагонистическими, хотя и не совпадают в полной мере. Православное христианство не должно замыкаться в национальных и этнических границах, оно защищает наднациональные универсальные ценности. И в конце концов заключает Константилоповский патриарх Верхоломей «Неприемлемо, когда религии подрывают права человека, сделавшие наш мир человечным, вместо того, чтобы активно поддерживать его». В заключении я хочу еще раз подчеркнуть свой основной тезис, с которого я начал. С моей точки зрения нет никаких оснований говорить о кризисе универсальных ценностей, нет никаких оснований говорить о кризисе идей естественных прав человека и правового государства. Даже противники этих концепций, критикуя эти концепции, действуют в рамках этой перспективы и в рамках этого дискурса. Мы видим, как сближаются современные христианские церкви с философией просвещения. Мы видим, что две универсальности, христианская универсальность и универсальность просвещения сближаются и смыкаются. И поэтому я более оптимистичен, чем название форума в поисках утраченного универсализма. Я уверен, что как христианство, так и великая философия просвещения необратимо изменили мир к лучшему, сделали его более гуманным, более чиновечным, более христианским и наполненным любовью. Поэтому мне кажется, что дальнейшее развитие мира пойдет на той же основе того же христианского и просветительского универсализма. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин